Добрый день, мы рады приветствовать вас в информационном канале группы компаний ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Стихина. Третью сессию подряд пара EURUSD торгуется в боковике на минимальных позициях. Очевидная причина нежелания трейдеров покупать евро – это завтрашнее заседание ЕЦБ. Нет никаких сомнений в том, что процентная ставка останется на нулевом уровне. Зато все внимание инвесторов будет обращено на комментарии представителей европейского регулятора относительно текущего состояния экономики региона, прогнозов, а также на перспективы изменения программы количественного смягчения. Ожидается, что программа стимулирования будет продлена, что и оказывает давление на евро. Единая европейская валюта сегодня в паре с американским долларом по-прежнему держится вблизи отметки 1.1360. Эксперты отмечают, что за невозможность возобновить рост котировки отвечают за медление роста экономики в регионе, предстоящие выборы в мае в Европарламент и многочисленные политические факторы. Британский фунт также во власти политики и, как это видно, неплохо справляется. Котировка пары фунт-доллар вырвалась в зону выше уровня 1.30, прибавив более 50 пунктов, и это несмотря на отсутствие важных макроэкономических событий в Великобритании. Сегодня просочилась информация о том, что парламент страны очень близок к тому, чтобы перенести дату Брекзита с целью избежать бракоразводного процесса без сделки, сохранив при этом стабильность экономики. На данный момент это единственный просвет в образовавшемся тупике. Парламент страны не согласен со сценарием выхода Великобритании из состава Европейского союза, который разработали премьер-министр Тереза Мэй и ЕС в декабре прошлого года. Но на соглашение других условий времени уже не остается. Сам Брекзит должен пройти 29 марта. Вариант переноса даты инвесторы воспринимают довольно оптимистично, что мы и видим на графике котировки фунт-доллар. Надежда на благоприятный исход продолжит оказывать поддержку фунту. Валютные стратегии прогнозируют движение британской валюты против американского доллара на высоких позициях. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок! Продолжение следует...